Слава Украине! Приветствуем от Полонского! На сайте Министерства обороны Германии появились новые данные о оборудовании и вооружении, переданного в Украину. Не все очень точно они, как говорится, не все очень точно они формулируют, но в общем-то понятно и так. Прежде всего нужно сказать, о чем это говорит. То, что нам передан очередной транш военной помощи Германии, в прошлом был буквально неделю назад, говорит о том, что нас не оставляют в беде, нам помогают. Итак, что пришло вот на этой неделе? 12 бронетранспортеров, не указано каких. 2 радиолокационные станции, которые используются вместе с Ирис-Т. То есть это радиолокационные станции, которые помогают ПВО обнаруживать все, что угодно. От самолетов до ракет крылатых и до беспилотников. Все, что угодно. Дальше. 7 очень хороших разведывательных беспилотников Примоко-1. О чем идет речь? Это беспилотник, имеющий очень большую автономность и очень хорошую оптику. То есть он может летать до 2000 километров и оставаться в воздухе 15 часов. То есть это очень хорошая штука. Малозаметная для радаров. На радарах он выглядит как обычная птица, собственно говоря. И поэтому с него одно удовольствие наводить на цель, работать по целям и так далее. То есть это разведывательный беспилотник. 2 системы противоракетной защиты для вертолетов. Ну, понятное дело, что по нашим вертолетам стреляют, стреляет их ПВО. Соответственно, это защита для них. 32 терминала спутниковой связи с АТКОМ. О, вот это конкурент Илона Маска. То есть нельзя зависеть только от одной компании, которая Старлинк. И которая, видите, человек, ну как бы сказать, в политическом плане не совсем адекватный. За Илона Маска, увы, ах, не знал, что буду такое говорить. Ну, это очевидно. 4 тяжелых 8-осных тягача. Ой, 4-х осных, конечно же, 8-осных. 4 тяжелых тягача танковых. И 4 полуприцепа к ним. Ну, это чтобы тягать танки и тяжелую бронетехнику. 12 беспилотников. 12 грузовиков в МАН ТИ-ДЖС. Это такие, типа газона 66-го. Везде и в боях строят, только намного лучше, намного современнее. 30 тысяч комплектов зимней формы для солдат. 10 тысяч защитных очков для солдат. То есть, постоянно кап, 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 кап. Но Германия каждую неделю выделяет что-то новое. Кстати, там на очереди еще и английский пакет. Очень скоро будем знать, о чем он. И также финские и шведские. Но финны и шведы, они как бы молчат. Что там? Они только говорят в последний момент сумму. И на этом все. А что там внутри, никто же не признается. В любом случае, вот эти все вещи говорят о том, что надежды рашистов на то, что про Украину забудут. Да, Украине никто не будет помогать. Ага, бла-бла-бла, ко-ко-ко называется. Кстати, крайне важно. Сегодня 4 республиканских сенатора и... То есть, 2 сенатора и 2 конгрессмена от республиканской партии написали открытое письмо Байдену с требованием предоставить Украине более дальнобойные ракеты Атакамс, а не только кассетные, до 165 километров. Вот, на секундочку, вот таким вот образом не хотят, чтобы Украина победила. Все все хотят. Просто иногда в это вмешиваются определенные внутренние проблемы между ними самими. Но это не отразится на помощи Украине.